Субтитры сделал DimaTorzok Вы понимаете, что у нас добровольная беседа? Да Вы можете не говорить с них вообще Я понимаю Будем говорить? Ну, пообщаемся Как зовут вас? Представьтесь полностью Кравченко Виктор Сергеевич Дата рождения? 10-й, 10-й, 2002-й Откуда вы? Соворонечка области, город Павловск Часть, звание, должность Девятый полк, рядовой, должность Наводчик Наводчик? Чего? РСЗО Град С какого по какой служили? 23-й ночью стоя По сей день Вам полных 19 лет? Так точно Контракт подписали как давно? Почти два месяца назад Ого, два месяца назад Ну, это уже серьезный спецназ Подготовленный Так, служили И что у вас подвигло ехать в Украину? Чего так решили поехать в Украину? Подожди секунду А контракт подписали Сами захотели? Или как-то вас просили подписать? Ну, вообще я сам хотел подписать контракт Да, да Чего решили ехать в Украину? Ну, вообще Предложили Типа Съездить на Украину Типа Помочь товарищам Здесь я как бы Ну, как Типа Стрелять по нацистам По захватчикам Которые долбят Мирное население Ну, стреляют по мирному населению Вот Ну, я подумал Почему нет? Типа Поеду наводчиком Заодно посмотрю Что вообще Как здесь происходит Типа Потому что в интернете Говорят одно Ну, как С разных сторон Говорят по-разному А когда по факту Приезжаешь Он тоже служит? Нет Ну, служит там В других этих органах Вот А когда приезжаешь По факту Здесь уже На самом деле Другое И я посмотрел С той стороны Побывал И с этой стороны Поразговаривал С людьми Десантниками Типа Я очень понял И другую сторону То, что есть На самом деле Очень здесь Все запутано И очень Так Сказать Некрасиво Получается Вы исследователь? Нет Просто Путешественник? Нет Кто вы? Обычный, рядовой В статусе Кого вы здесь пребывали С того момента Как вы сюда попали? Военнослужащего Военнослужащего Какой армии? Российской Российская армия Второй власть В Украину? Не понял Российская армия Второй власть В Украину? Ну Она зашла Как Это Помощь ЛНР ДНР Кому помогла? Она В Харьковской Области Не знаю Вы Окупант? Ну Скорее всего Больше Да Чем нет Если Нет То Почему? Ну Если нет Потому что Мы Приехали сюда Воевать С военнослужащими Ну Как С наемниками С националистами А не С мирными Жителями Которым Попадали Снаряды Какое это Имеет Отношение К тому Окупантов Или нет? Какое отношение Окупанты Оккупируют территорию Они воюют Да Но Они Оккупируют территорию Воюя Армия Вермахта Во вторую мировую войну Нацисты Они были Оккупантами? Они были Захватчиками И Оккупантами Больше Захватчиками Как Вы Понимаете Слово Захватчик? Ну Я Понимаю Захватчик Потому что Он захватывает Территорию И Там Уже Располагают По-своему Вводят Свои Правила И Ну Обстраивают Уже Под себя Так А Окупант? Оккупант Оккупирует Территорию Время Там Боевые действия Потом Возвращая Назад Захватчиками Захватчиками Зачем Оккупировать Чтобы потом отдать Ну Оккупировать Чтобы Выбить Силы Противника Ну Как Силы Вот Этих Националистических Типа Которые Стреляют По мирным Жителям Ну Так Вы Как раз Тогда Оккупант Из Ваших Слово Сходя Получается Вы же Это Вроде бы Собирали Сделать Ну Мы Не Собирали Стрелять По Мирным Жителям А Оккупанты Что Обязательно Стреляют По Мирным Жителям Оккупанты Стреляют По Всему В чем Можно Вы Толковые Словари Откройте Когда Домой Перейдите Хорошо Так Ты Поясни Нет Ты Можешь Зачитать Уже Так Знаешь Кого Там Уважаете Из Ваших Из Российских Источников Чтобы Зачитать Что Такой Оккупант Не Знаю Какие То Не Знаю Ну Давай Кто Кто Там Есть Какой Полковый Словарь Думаю Как Спросить Оккупант Это Я Хочу Сравнить С Сравнивать Тут Нечего Потому Что Это Синоним Да Я Про Это Хочу Чтобы Человек Понял Просто Овачик Черточка Завоеватель Узурпатор Через Завоеватель Узурпатор Оккупант Аннексионист Нападающая Сторона Агрессор Интервент Это Словар Русских Синонимов То есть Это Одно и то же Понимаете Получается Оккупант Получается Все-таки Оккупант Ну Нападающая Сторона Наша Сторона Россия Напала Да Дальше Рассказывайте Что там Было С вами С того Момента Как Вас Сюда Отправили Вы Решили Что Надо Кого-то От кого-то Защищать Все Поехали Сюда Дальше Ну дальше Ничего Интересного Мы просто Приехали В город Балаклея Там Какого числа Семнадцатого числа Мы заехали Седьмого места Седьмого Седьмого Месяца Понял Июля Мы заехали Ну мы Принцип Почти ничего Не делали Оккупировали Не спеша Почти Ничего Не делали Значит Все-таки Что-то Немножко Делали Вот интересно Про это Мы расположились Расположились в лесополосе Копались И Там же Недалеко В лесополосе Нам привозили снаряды Просто Мы их Раскладывали И готовили К заряжанию И все Потом приезжали Машины БМ И мы Заряжали И все Потом опять Уходили А куда Эти машины Стреляли Там уже Давали Координаты Высостоящего Начальства Вы не знали Куда они стреляли Ну мы Это откуда Будем знать Если Дает Координаты Высостоящего Начальства И тем более Мы даже Мы и знали То что мы Балаклея Рядом с Балаклеем А что Рядом Какие города Села Есть Ну вы же Наводчик Куда-то Находите Я По должности Приехала Наводчиком Но был я Не наводчик А кем Более Заряжающим Заряжающим То есть Ваша задача Зарядить Больше Вы ничего Не знаете Ну да Разгрузить Зарядить И все И между собой Вы там Не общаетесь Нет Общались Ну Ну Рассказывай То что говорили Стреляли По технике И по заводу Какому-то Там Стоял По технике И по заводу Ну да И по заводу Стреляли Ангар Еще Говорят Стреляли Ну Не знаю Где там Ангар То что Там Было Скопление Большой Наемников И Туда Отправляли Снаряды Дальше Вот так По танкам Говорят Еще Стреляли И Ну В основном Еще На арту Стрелялась Так Там Уже Так Типа Не точно Попали Не попали Никто Не знает А по вам Попадали К нам Прилетало Иногда Так Снаряды Ну Как говорили Это Станк Станк Стрелял Ну Рядом Хорошо То что Не вкладки Попадали Но Хотя Если Вкладки Попало Б Здесь Не было Никого Ну И Заряжающих Так Дальше Ну Дальше Что Ну Привозили Поднимите Пожалуйста Руку Брат Вас Ответил Привозили Конечно Снаряды Очень Такие Плохие Можно Сказать Не Готовы К Точному Выстрелу Почему Не готовы Они К Точному Потому Потому Что Они Были Как Корпус Чуть 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 Поврежден И Ну Как Корпус Типа Сама Отвечающая Получается Там Есть Крылья Которые Заворачиваются При Вылете Вот Они Были Гнуты И Иногда Снаряды Были Ну Как Видно То Что Они Где-то Как будто В земле Лежали Их Вытащили Из земли И Типа Если Крыло Одно Какое-то Чуть Погнуто Либо Оно Плохо Вышло То Снаряд Уже Не Полетит Не По Той Траектории Даже Если На Снаряд Взрыватель Не Накрутить Уже Несколько Километров До цели Не Долетит Снаряд Но Если Беззрыватель То Он Скорее Всего Не Взорвется Более Скорее Сего То Можно Строять В танк А попасть В село Можно Так Ну Как В село Попасть Он Просто Упадет Где-нибудь И все Снаряд Где-нибудь Может И в селе Где-нибудь Не Долетит Ну Да Может Так Быть Тоже А Что С ними Произошло С Они Не В земле Лежали Просто Как будто Так Они Лежали Просто Они Лежали Скорее Всего Где-то В лесах На Сладах Вот И Ящики Подгнили Уже И Этот Самые Разлагающиеся Ящики Потихонечку Начинают Разлагаться И Еще На Самих Снарядах Тоже Есть Эти Упаковочная Бумага Небольшая Вот Она Тоже Начинает Разлагаться Со Временем И Получается Когда Снаряд Заталкиваешь В пакет БМ Град Вот Он Очень плохо Залазит А потом Может и не Вылететь Впоследствии Бывало Такое Что Не вылетает Конечно И Что Дальше С этими Снарядами Которые Не Вылетают Вытаскивать Это Легко Делается Не Очень А Как Это Делается Ну Это Нужен Ключ В основном Один Специально Нужен Там Когда Снаряд Залазит Там Есть Защелка Чтобы Снаряд Назад Не Выкатился Вот Сначала Эту Защелку Вытаскиваешь Если Так Снаряд Не Выходит Нормально Выкручивается Взрыватель С той Стороны Выбивается Снаряд А может Такое Быть Когда Оно Может Прямо Установить Сдетонировать При Попытке Достать Может Ну Это Скорее Всего Нет Если Не Вылетело Взорваться В установке Может Было Такое Ну Насколько Я слышал То Что Один Раз Было Взорвался Град Хорошо Двух Ассо Да И Дальше Что Происходило Стояли Обстрелы Обстрелы Заряжали Подавали Привозили Много Плохих Привозили Снарядом Поначалу Так Ну Редко Привозили В основном Так Но Поначалу Когда Мы Приехали Более Менее Были Нормальные Снаряды Некоторые Даже Были Девятнадцатого Года Ну Немного Там Партия Приехала Может Штук Восемьдесят Пакета Два Обрадовались Наверное Ну Честно Сказ Не Очень Почему Потому Что Снаряды Восемьдесят Шестого Года Лучше Даже Были Чем Девятнадцатого Ну Как Там Написано Просто Было На ящике В Восемьдесят Шестого Это Как Раз Четко Середняк Такой Нормальный Да Который Самый Работоспособный Те Что Скорее Я Так Понимаю Они Уже Разлагаться Начались Те Что Новые Они Некачественные Так Новые Они Как будто Пожалели Что Солидол Они Солидол Смазаны Чтобы Наживели Чтобы Дольше Сохранность Была А в Девятнадцатом Году Девятнадцатого Года Которые Привезли Они Были Не В Солидоле Сухие Чисто Сталкивает Проблематичные Было Если У них Даже На Солидоле Пиздят Так Получаются Новые Снаряды Которые Девают Хуже Чем Старые Старые Восемь Шестого Года Были Хорошие Снаряды Тоже Не Все Но Получе Сколько Вы Снарядили Снарядов За Всего Скоро Хотел Спросить Ну За Все Почти Два Месяца Нормально Так Нормально Так Это Сколько Я Не Знаю Три Примерно Это Лично Вы Нет Группа Наша Сколько Там Было Установок Города У нас Три По-моему Три По-моему Да Вроде Три Четыре Три Вроде Серьезно Это же Не такая Маленькая Штука Чтобы Думать Было Три Или Две Потому Что Было Заезжало Три Чуть Не обращалось Три По-моему Четыре Потому Что Одна Поломается Ее Тому Берут Нам Может Другую Пригонят Типа Бывало Три Четыре Вот Так Вот Машины В основном Поскольку Они В день Выпускали Примерно Снарядов Ну Когда Обычно Спокойный День Типа Могли Вообще Не Приезжать Не Стрелять Хорошо А В общей Сложности Все Эти Установки Ваши За Период Еще Раз Когда Вы Начали Там Заниматься Вот Этим Когда Приехали Да 17 С В этом Месяце Часто Часто По Два Месяца Приблизительно За два Месяца За этих Сколько Выстрелили Раз Примерно Я Примерно Не могу Сказать Я могу Сказать То что Примерно Если Там Целей Много Приходит То По Тридцать По Сорок Штук Стреляли Ну Изрежали Это Ну Раза Может Два Три Раза Приезжали За День Больше Ничего Интересного Не Происходило Все Так Монотонно Шло Да Ну В основном Так И было Так Тогда Нельзя Хватим Если Говорит 500 Штук Это Всего Лишь Сколько Нам Уже Говорили 40 Этих Выстрелов Да Врать Соро 500 Штук Это Всего Лишь 12 Раз Зарядить Так Это Его Не Полностью Заряжали Не Всегда Полностью Выстреливали Ну Во-первых Не Всегда Полностью Заряжали Пакет И Во-вторых Еще Не Все Снаряды Выстреливали А Как Потом С Обеспечением Было Или Всегда Проблем Не Было Со Снарядами Да Ну Со Снарядами Относительно Ну Были Но В основном Очень Мало Типа Поэтому Мало Стреляли Ну Вот Когда Мы Зоехали Уже Начали Поменьше Стрелять Говорит Аж Раньше Больше Стреляли И Снарядов Было Больше Привозило В Последнее Время Стали Напряги Да Я так Понимаю Не знаю Как Напряги Ну Просто Начали Мало Привозить Бывало В Ящиках Нормальных Привозили Бывало В Ящиках Уже Которые Просто Сами По Себе Разваливаются А Было Интересно Я Не знаю Что Там Еще Интересно Ну В лесу Жили В основном Типа В город Мы Не Выходили Даже Не В город Мы Когда Даже Было Клей Еще Там Как Только Заехали Первое Время Были Мы Жили В Ангаре В Подвале Там И Никуда Нас Не Отпускали Иногда В магазин Разрешали Съездить С кем Нибудь Из Старших Вот Мы Получается Русскими Деньгами Расплачивались Продавцы Нормально С вами Общались Да Не Знаем Может Было Кле Уже Привыкли Когда Мы Как То Раз Поехали В село В магазин Ну Так Нормально Но Все Видно То Что Как То Смотрят На Тебя Не Так Как Обычно Типа Привет Привет Ну Типа Вот Так Обычный Житель Когда Ты Заходишь Видя То Что Ты Там Русский Военный Типа Уже Не Так Смотрят И Отношение Другое Типа Заметно Сильно Не Очень Доброжелательное Отношение Можно Так Сказать Такой Скажите Более Правильно Как Будто Это Чисто Мое Мнение Как Будто Типа Ребята Типа Заезжайте Сюда Типа Не Хочу Вас Видеть Ну Так Сказать Типа И Все Правильно А Если Были Освободителями О Которых Вы Говорили В самом Начале То Как Вас Должны Были Встречать Нормально В принципе Ну Если Освободителями Я Считаю Это Да Типа Хлеб Вам Не Знаю Выносить Поесть И Вообще С С Твердыми Объятиями Правильно Но Так Встречают Освободителей Так Что Вашей Концепции Что-то Дало Сбой Чего Вначале Мне Рассказывали Что Я Думал Надо Ехать Освобождать От Каких-то Нацистов Ну Да То Что Ну Как По телевизору Еще Показывают То Что Здесь Типа Творится То Что Вот Типа С Украинской Стороны Где Ну Просто Стреляют По Минным Жителям Типа Думаю Что Вообще Типа Как Так Можно Да Как Ж Так Можно В результате Вы приехали Заряжали И Не Знаете Что И Куда Оно Прилетало Ну Если Если Мы Хотя Б Знали Даже Вот Ребята Которые Ездили Стреляли Нам СОП Там Наводчик Вот Даже Им Не Докладывали Куда Типа В основном Улетают Снаряды По Которые Украинских Чатов Фактически Любых И Увидеть Что Происходит Я Заходил Телеграме Но Там Украинские Чаты Не В украинский Чат Не Заходил Ну А Как Ж Вам Покажут То Что Есть Если У Вас Тотальная Цензура На Все В России Надо Ж Было Зайти В Украинские Любые Официальные Не Официальные Я В Несене Там Не Разбираюсь Но Просто Для Того Чтобы Не Испытывать Не Играть Со Смертью Так Сказать Можно Зайти И Попробовать Поинтересоваться А Потом Уже Думать Ехать Тебе Или Ехать А Вы Ехали Четко Будучи Уверенным Потому Что Вам Так Сказали Приказ Сказали Вот Ребята Нужно Ехать Что Произошло 5 Августа Например Или Ничего Не Произошло Не Знаю Случайная Дата Вы Просто Общались С вашим Напарником Который С вами Ехал На Той Ж Машине Шея У него Перемотана Поняли За кого И он Говорит 5 августа Я Возможно Перепутал Дату Но Скорее Всего Нет Была Попытка Прорваться В ВСУ И Вы Начали В истерике Просто Стрелять Везде Где Могли Может Быть Быть Но Вы Лично Этого Не Помните Потому Что Приехала Машина Мы Зарядили Она Поехала Типа В основном Приезжали Давайте Быстрее Быстрее Короче Там Ну Как Это Вообще В армии Бывает Типа Порали Мы По-быстрому Загрузили И Все Они Уехали Чем Он Отличается От Того Предыдущего Тот Был Непосредственно Там Спереди Бегал Он Был Около Машины Он Булли Он Был Непосредственно Возле Машины Когда Она Производила Обстрел Он Был Корректировщик То есть Наводящий Корректировщик Корректировщик Короче Они Выезжали Те Выезжали Те Выезжали А Этот Получается Он Просто Стоял Там На Месте И Заряжал Он Заряжал Машины Там Где Был Склад А Тот Ехал В Машине И Там Где Они Стреляли Он Производил Корректировку Типа Левее Правее Поэтому Тот Знает Больше Да Этот По сути Просто Или Это Одна И Та Ж История С Разные Есть Грады Но Есть Короче Килограмм По 70 Примерно А есть По 100 96 Килограмм И Сколько Вы Руками Его Берете Да Сколько Человек Надо Чтобы Был Взять Двоем У вас Таких Вот Как Вы Два Человека Берет 100 Килограммовый Снаряд Вы Сколько Весите Ну Под 80 Под 80 Да Никогда В жизни Смассажем 68 70 Рост Какой У вас Где 70 Метр 70 Нет Килограмм 65 Сильно С натяжкой В очень Тяжелых Герцах Я Вы В обмундировании Вложили Что ли Нет Если в бронике Поверю 80 В каски Ну Ладно Перед уездным Типа Сюда Ладно Это не так существенно Были ли люди Которые Отказывались Делать То Что Делали Вы Там Бесполезно Откажешься Ты не Откажешься Но Были ли Люди Которые Отказывались Нет Не Бесполезно А Откуда Вы знаете Что бесполезно Ну потому что Домой Тебя точно Не отправят Уже А только Можно Хуже Себе Сделать А хуже Каким А хуже Что именно Хуже Ну Больше Начнут Наоборот Типа Как сказать Влиять Будут Как-то То что Ну Не знаю Как Одес Так Как Есть Все Придется Загружать А Что Насчет Подвала Куда Сажали Отказников Ну Я не знаю Подвал Яма Я Слышал Яма Ну Что Насчет Яма Могли И в яму Посадить Не Могли В яму Посадить Или Были Случай Подавьем У нас Вот Из Тех Кто Заряжал Не Был А Вообще Из Тех Кто Там Ну Вообще Слышал Ну Не знаю Понял Дальше Что Происходило Ну Что Дальше Дальше Вот Перед Тем Как Нас Взяли Ну Как Это Начал Началось Наступление Нам За день До Этого Привезли Снаряды Как Раз Камаз Приехал Привезли Снаряды Росцепью Просто Уже Из ящиков Все Вынуто Короче Было Просто Выгрузили И Как Раз Под Вечер Мы Приехали И Начали Их Складывать Там Нужно Было Подготовить Взрыватель Вкрутить Крылья Сложить Да Нас Сколько Они Были Хорошо Взрыватели Там Получается Клепка Где Сам Конец Снаряда Куда Вкручивается Взрыватель Ее Нужно Выкручивать Она Там Пластмассовая Либо Такая Какая То Из Такого Сделана Пластика Что-то Такое И Не Знаю Почему С Какой Типа Из Какой Причины Но Она Очень Плохо Выкручивалась И Обламывалась Постоянно И Приходилось Очень Очень Занимало Долгое Время Выкрутить Ее А так Снаряд Не Загрунул Нет Не Заряжают Типа Без Взрывателя Вот И Поэтому Очень Долго Заряжались Приезжали Машины Очень Как Типа Уходило Около Пакета Два Зарядить Успели И Все Типа Где-то Так Да Два Пакета Потом Еще Под утро Только Приехала Машина Уже Мы Под утро Пошли Оснаривать Получается Мы Где-то До Часа До Двенадцати Ночи Это Делали На 60 Штук Можешь Сказать Почти Сделали Ну То Там Тоже Таких Были Не Очень Из Восьмидесяти Мы Что-то Короче Скомкали Вот И Ну Пошли Поспали Где-то Часа Четыре Можешь И Нас Утром Опять Дергали И Мы Поехали Опять Туда Еще Один Доснаривать Там Которые Остатки У нас Были Вот Как раз Мы Их Оснаривали Не Знаем Может Штук Двадцать Где-то Мы Там Сделали Из Остатков Других Не Знаю Почему Дальнобой Нами Стреляли Вот Мы Сделали А потом Подъехала БМ Как Говорит Все Поехали Типа Прорвали Типа Передок И Надо Уезжать Мы Отъехали До Села Вишнека Вот Вишнек Уехали Там Пробыли Где-то Час Полтора Потом Машины Опять Приехали Надо Зарядить Еще Несколько Машин Ну Типа Мы Это Понимаем То Что Там Работаешь Где-то Ну На час Такими Колпаками Ну Собрали Всех Людей Которые Типа Относятся К Этим Машинам И Мы Поехали Туда Ну По пути Нас Уже Встретил Машины БМП ВСУ Да И Как Встретил Да Сколько У вас Ехало Машины Ну Первая Машина Ехала Получается На Машине Сидело Три Человека И В Кабине Два Пять Человек Сидело Вторая Вторая Машина Получается Мы Ехали С Расстоянием Она Чуть Отстала И Мы Ее Не Видели Она Скорее Успела Развернуться Вот По Нам Пока Начали Обстрел С БМП Это Вы Ехали На Той Которая Первая Да Мы Ехали На Первой Машине И Как Раз Мы Получается Лес Полоса Вот И И Мы Вылетаем Получается За ней Ничего Не Раза Уже Машины Стояли БМП Они Сразу Развернулись Нам И Открыли Огонь Вот Мы Ехали Километров 60-80 Примерно Ну Мы Нормально Летели По Полю Потом Когда Начался Обстрел Может Чуть Сбросили Не Знаю Чем Там Стреляли Типа Осколочными Я В этих БМП Не Разбираюсь Вот И Похоже Было Зажигательным Стреляли В Пакет Из Пакета А я Сидел Как раз Сзади Из Пакета Обдало Пламя Я Думал Сначала Может Снаряд Сдетонировал Типа Ну Не Вылетел Типа Такое Бывает Типа Вот И Начали Все Прыгать С Машины Вот И У меня Два Раза Обдало Пламя У меня Хорошо Рукой Лицо Закрыть Успел И Спрыгнул С Машины Тоже На Скорости Примерно 60 Примерно Да Где-то Так И Как Приземлились Ну Честно Так Все Как-то Быстро Было Я Даже Не Понял Так Ну И Понял То Что Голову Чуть Пробил И Больше Ничего Такого Повреждений Не Было Так Нормально Приземлились Ну Повезло Дальше Побежал Получиться Как-то Запрыгнул В лесополосу Ну Полоса Небольшая Запрыгнул Полосу Там Прополз Несколько Метров Опять Начался Обстрел Вот Ветки Падали Я Сначала Подумал Рядом Еще Граната Упала Начал Искать Оказалось Ветка Упала Вот Это Повезло Еще Вот И Потом Пополз В поле Поле Чуть Выполз Потом Слышал То Что Подъезжали Подъезжала БМП Так Граду Угоревшим Уже Вот Ну Вроде Все Успели Отойти От него Уползти Куда Кто Успел Я Когда Выползать Начал Выполз Чуть Полежал Пока Чухался Туда Сюда Вот Прополз Еще дальше Потом Заполз В кучеря Там Где Побольше Короче Трава Там Отлежался Некоторое Время Потом Услышал Товарищ Кричал Типа На помощь Я Подбежал Выглянула Аккуратно Посмотрел Никого Нету Скорее всего Войска ВСУ Уехали У них Было Одно Направление Они Так Чисто Нас Захватили Обстреляли Типа Подъехали Посмотрели И дальше Поехали Пополнять Задачу Вот Я пошел Помогать Товарищу Получиться Он ногу Себе Уже Одну А у него Осколками Побило Ноги Вот А он Уже Одну Ногу Перебинтовал Ой Как Затянул Жгутом Я ему Вторую Помог Затянуть И Мы С ним Поползли В поле Уже Ну Вот В поле Ползли Ползли Потихонечку Проползли Он Уставал Очень сильно Типа Я его поднять Ну Не мог Слишком Было бы Палевно Вот Лежал С ним Типа Разговаривал Чтоб Нет Не заснул Ничего Ну кровь Не сильно Отекла Об этого Очень повезло Ему Вот Я потом Через некоторое время Где-то Может Сейчас Полтора Пошел Проверить Радиостанцию Он потерял Где-то По пути Я нашел Это радиостанцию Связался С нашими Ну Предупредил их То, что здесь Где-то катается Техника Уже На гусенице Танк Стоит И техника Катается Скорее всего Они не поехали Ну Может быть И поехали Мы уже не знали Потом Не было Не слышно Ничего Мы подождали До темна Там Как раз Недалеко Где нас Подбили Там Было Недалеко Наши Окопы Вот Я думал Ночью Доползти До окопов Поэтому Подождал До темна И потащил Товарища К окопам Там у меня Все вещи были Типа Бинты Аптечка Оказал Хотя бы Временную Помощь Ему Нормальную Вот Когда мы Подползли Туда Я услышал Голоса Чьи-то Понял То Что Это Не наши Уже Понял То Что Там Уже Украинские Ну ВСУ Короче Стоят Вот И Мы Чуть Чуть Назад Отползли И Переночевали В поле Уже А на Утро Я Его Понес Обрат Ну Уже Как Тогда Уже Как-то Уже Страха Такого Не было Типа И я Его На себе Потащил Ближе Туда Где Взорвалась Град И Мы Думали Выходить Уже Передок Туда К нашим Вот Ну Получается Я Думал Ближе К дороге Выйдем И Пойдем На село Типа В сторону Наших Не Дойдя До Я Услышал Какие-то Ну Кто-то Кричит Зовет Пацаны Пацаны Я подумал Может быть Наши Приехали Типа За нами Вот Аккуратненько Пошел По над полем Посмотреть Кто Это Типа Сдалека Не видно Было Они Мы Как раз От Града Где-то Ну Метров Пятьсот Стояли Вот Я Не Увидел Сдалека Наши Это Или Наши Пошел По полю Аккуратненько Посмотреть Когда Подошел Чуть Поближе Уже С левой стороны Вышли Двое ВСУ И С правой Стороны Как раз Двое ВСУ Взяли Углом Ну Я Встал И все Типа Потом Завязали Мне руки И все Типа Дали Попить Сказали Все нормально Будет Не переживайте Я Показал Им Своего Товарища Который Был Ранен В ноги Там Хорошо Был Медик Сразу С ними Медик Ему Там Оказал Первую Помощь Перебинтовал Ноги Его Загрузили В пикап И мы Поехали В лесополоз Где стояли ВСУ Там Тоже Дали Попить Нам Поесть Дали Позвонить Родителям Дальше Понятно Дальше Понятно Вы Дозвонились Я Да Это Так Нацисты Себя Ведут Как Вы Топшу Рассказали Нет Потом Я С ними Начал Разговаривать Типа Говорю Вот Они Говорят Так Ж Ну Вопросы Одни Те Поговорил И Понял То Что Типа Нацисты Так Себя Не Ведут Нацисты Нас В поле Так Расстреляли И все И оставили Там Может Не сразу Расстреляли Может Еще Что-нибудь Отрезали Сначала Может Быть И такое Привезли Предоставили Медпомощь Накормили Напоили Дали Домой Позвонить Это Пионер Лагеря Не Прин Это Как-то Сохлассовывается С тем Что У вас Рассказывают По телевизору Нет Такого Не показывают По телевизору Не рассказывают А по телевизору Что По телевизору Показывают Как наши Оказывают Типа Помощь ВСУ Типа Там Кормят Одевают Ну Типа По телевизору Показывают Про то Что вы Хорошие Российские Солдаты Теперь Скажите Мне Пожалуйста А зачем Здесь Нужны Ваши Солдаты Хорошие Или Плохие Любые Цель Ну Цель Была Я уже Рассказываю Не Я уже Не спрашиваю Какая была Цель Вам Поставлена Или Какая Цель Озвучивается По вашему Телевизору Я уже Спрашиваю Как вы Это Понимаете Я Это Понимаю Типа Это Не знаю Какая-то Бессмысленная Война Уже Ведет Захождение На Территорию Украины Типа Вот ЛНР ДНР Типа Там У них Войска Вести И все Типа И дальше Смыса Нет Уйти То есть Все-таки На чужую Территорию В ЛНР ДНР Надо Заводить ЛНР Вроде Там Как-то Контачит С нашими Это точно Что они Контачат Точно Что Контачат Законтачились Они С вашими Еще С 14 Года В 14 Году Еще Ваши Войска Туда Зашли В ЛНР ДНР Так Называем И Вот С того Момента Они Контачат А До Этого Еще Или Одновременно Походу Зашли Ваши Войска В Крым И Вы Тоже Думаете Что Это Ваша Территория Но Это Все Украина На Самом Деле Представляете Ну Про ЛНР ДНР Не Знаю Вам Вообще Там Нечего Делать Но Я Не Хочу С Вами Говорить Об Этому Потому Что Очевидно Вы Об Этому Знаете Или Очень Мало Или Не Знаете Вообще Ничего Я Этим Сильно Не Интересовался Что Вы Делали В Харьковской Области Надо Его Ну Бывает Такое Да Давай Меня зовут Дмитрий Я Журналист Из Украины Ваш сын Вы С ним Будете Разговаривать Да Разговор Будет Записан И Публикован Привет Здравствуйте Синочек Как дела Да Нормально Сем Потихоньку У вас там Как дела Потихоньку И у нас Все Хорошо Все В порядке У нас На работе Дома Все Хорошо Все Тебя Любят Все Тебя Ждут Все Тебе Привет Передают Бабушка Дедушка Все Кто Тебя Любит Мы Тебя Ждем Домой Так Что Не Подай Духом Все Будет Хорошо Везде Люди Сынок Везде Да Понимаю Ты Духом Не Падаю Ну И мы С тобой И морально И физически Как хочешь Все С тобой Все С тобой Рядом Мысленно Ну Восприним Мы Тебе Все Вним Думаем Да Сильно Не Переживай Все Нормально Будет Да Ну Мы Справимся И ты Должен Справиться Ты У нас Сильный Крепкий И мы У тебя Сильные Крепкие Везде Люди Везде И Хороших Хватает И Плохих Хватает Ну Это Понятно Я Уже Понял Ты Сейчас В каком-то Ребендиционном Центре Да Что У тебя Рука Перевязанная Тебя Подлечили Да Ну К нам Док Медсестра Приходит Каждый День Типа Там Осматривает Что Как Типа Перевязывает Там Мази Дает Там Мажет Бинты Накладывает Ну Большое Спасибо От Меня Что Как бы Ухаживают За вами Перебинтовывают Леча Да Тут На ноги Поднимают Кто Ранен Был Кто Перелом Ну Не Перелом Там Удары Там Порезы Там Ранения Все Вот Этот Помогает Поднимает Ну Хорошо Тебя Не Обижают Да Нет Все Нормально Ну И Хорошо Мне Очень 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 Приятно Видеть Тебя Что С тобой Все Хорошо Конечно Тут Очень Много Было Со стороны Украинцев Много Было Негатива Вылета Ну Я понимаю Что Там Тоже Дети Тоже Не хуже Как бы Посланные Можно вопрос Всем Обидно Я Уже Я Уже Просто Я Держался Держался Но Уже Не Выдержал Меня Зовут Владимир Про Какой Негатив Со стороны Украинцев Вы говорите Ну Там Просто Мальчик Который 24 Года Мальчик И он Написал Что У вас Сын Сдох Что Вы Захватчики И Дать Насильники Ну Как Нуж Который Грабят Магазины Ну В общем Как Называют В общем В таком Плане Ну Я Просто Не Стала С ним Дальше Потому Что 24 Года Ребенку Я Понимаю Что У всех Эмоций А где Это Вы Разговаривали Ну Мы Не Разговаривали Мы Переписывались В Одноклассниках А В Одноклассниках А Он Говорит Что Вы Захватчики А Вы Не Захватчики Ну Лично Вы Нет Не Не Я Не Лично Вы А Россия Россия Страна Государства Россия Не Захватчики Российская Армия Не Захватчики Ну Собственно Наши Россия Они Как Б Помогают ДНЛР НЛР Слушайте Вы Даже Не Знаете Как Это Произносится Правильно Во Первых Во Вторых Лично Ваш Сын Заряжал Грады Которые Обстреливали Украинские Города И Села Кому Вы Этим Помогли Объясните Мне Ну И Ваши Ребята Стреляют Куда Куда Ну Куда Также Побед Белгород Стреляют Попадают Так Не Надо Было К Нам Сюда Приходите Не Стреляли Б Ваш Белгород Зачем Вы Сюда Пришли Зачем Россия Не Зачем Российская Армия Сюда Пришла Я Вам Так Хочу Сказать Есть На Это Выше Стоящее Руководство И Там Как Бы Ну Не Знаю Головы Больше Умнее Или Там Я Не Знаю Как И Назвать Вот И Это Помимо Нашей Воли Все Тоже Делается Я Понимаю Помимо Вашей Воли Но Когда Вам Говорят Что Вы Захватчики А Почему Вы Так Удивляетесь Захватчики Убийцы Насильники Мародеры Все Эти Видео Есть Как Ваши Солдаты Здесь Обносили Магазины Все Видео Есть Как Ваши Солдаты Уходили Из Наших Сел И Оставались Закопанные Тела Наших Людей Убитых Расстрелянных Ваши Солдаты Отсюда Уходили Насиловали Девочек Вырывали Им Зубы Плоскогубцами Чего Вы Обижаетесь Вам Я не обижаюсь Я еще раз хочу повторить Что везде есть И положительные И отрицательные Вот и все Нет нельзя Я не знаю Где везде есть Положительные И отрицательные Я только знаю Что российское Есть люди И положительные И отрицательные Вы со мной не согласны? Не Я согласен с вами Я просто до вас Хочу довести Свою мысль Российская армия Сюда пришла После этого Здесь начали Смерти Убийства Мародерства И изнасилования Я не Мне Это не очень важно Где есть Хорошие Плохие Мне важно Что вы вторглись Захватчики В нашу страну И стали убивать Наших людей Насиловать Наших женщин И детей убивать Также И мужчин убивать Всех убивать Если бы вы сюда Не пришли Здесь бы ничего Этого не было Поэтому зачем Вы мне рассказываете Что везде есть Хорошие и плохие Я не понимаю Какое это отношение Имеет к сложившейся ситуации Я не понимаю Каким образом Это может остановить войну Например Вот вы хотите Остановить войну Ну да Да Так а почему Это в силах Нашего правительства Нет Это в ваших силах Нет Это в ваших силах Если вы прекратите Говорить о том Что и там хорошие И там хорошие И там плохие И там плохие А начнете говорить О том Что Вы должны Вывести Свои войска Из нашей страны И вы И сто миллионов Таких как вы Россиян Если вы не прекратите Философствовать О хороших И плохих А просто начнете Говорить о том Что ваши войска Должны уйти С нашей земли То война прекратится Потому что Один ваш Путин Один ваш Путин Воевать не будет И дети его Не будут воевать И дети Пескова Не будут воевать И Медведева И Лаврова Тоже не будут воевать А идут воевать Ваши дети А вы сидите И рассуждаете О том Что есть хорошие И плохие А ваши дети В это время Заряжают грады Которыми убивают Детей и женщин И беременных женщин Можете себе Представить Эту картину Немножко Явно у себя В голове Для того Чтобы она у вас Сложилась Вот и все Поэтому повлиять Вы можете А вы берете Со своим сыном Он только что Заряжал грады Которыми стирались С лица земли Наши города И села И ты там В реабилитационном центре Тебе там предоставили Да Предоставили А мы о наших пленных Вообще ничего не знаем А он уже И покушал И помылся И помощь ему уже Предоставили И домой уже Он звонит И вы там у себя По телевизору Рассказываете Что у нас нацисты Здесь какие-то Так какие же У нас здесь нацисты Во-первых Не мы Не мы Опять не вы А вот Что наш Зеленский Вам сделал Он пришел к вам На землю Убивать кого-то Послал Зеленский наш Пришел к вам В город Убивать кого-то Или Зеленский наш Послал солдат своих Чтобы убивали Или насиловали Кого-то Чем Зеленский наш Вам не угодил Зачем он вам Вообще нужен Ну так же Как и Зачем Наш Путин Ваш Путин Прислал Убийц На нашу Землю Ваш Путин Он нам 300 лет Не был бы Никогда нужен Вообще О нем Не говорить Не слышать Если бы он Своих убийц Сюда не прислал Понимаете Вот зачем Ваш Путин Вы Простых вещей Понять не можете Вы Про Зеленского Говорите Видите Вот вы Говорите Про Зеленского Про то Что там Хороший Здесь А Зеленский К вам Убийц Не прислал На землю Это сделал Путин А вы Вместо того Чтобы говорить О том Что Путин Забери Убийц Из Украины И все Война Закончится Вы вместо Этого Философствуйте А когда вам Задаешь прямой вопрос Вы говорите Я не знаю Я не интересую Вот и все Вот вся ваша Россия Сказать вы слово Там боитесь у себя Зато про нас Вы говорите И по телевизору И тут про Зеленского Он мне рассказывает Подожди Поговорить Нет Пусть он Поговорит Пару слов Ладно Не переживай Люблю тебя Целую Обнимаю Пока Может Стойте Подождите Подождите Зачем вы Положили Да все Я поговорю Нет Вы поговорили Я еще не Я для себя Хочу выяснить Один момент Если можно Это Дмитрий Опять У меня К вам Два вопроса Коротких Можно Да пожалуйста Если бы ваш Сын погиб Во имя Чего бы Он погиб Как бы Вы себе Отвечали На этот вопрос Ну наверное Не во имя Ничего Вот Вот Смотрите Вы начинаете А почему Вы так Решили Говорить Две минуты Назад Вы говорили Совсем По-другому Почему Не во имя Ничего Я например Как бы Не то Что я Говорила Не Что бы вы Себе В голове Отвечали Воевать За Родину Это одно О А Помощь Оказывать Это совсем Другое Да ваш сын Никому Помощь Не оказывал Он пришел Сюда Как убийца Вот давайте Представим Что его нет Убили Я вам Звоню И сообщаю Ваш сын Убит Нашими Защитниками Вам с этим Жить до конца Жизни Что вы будете В слезах Своих Кого вы будете Проклинать Никого Никого Нет А Ну так Ну я смотрю Если у вас Нету виноват Может Тогда его Убить Проще Нашим Зачем Его лечить А Смысл О том Что я Буду Кого то Винить В этом Но Мне легче От этого Станет Вы себя Должны Винить Что вы Отправили К нам Своего Сына Убийцу Как вы Этого Понять Не можете Вы Его сюда Отправили Значит я буду Винить себя И проклинать вас Ну в общем Как то так Вам весело Я думаю Вы до конца Жизни будете Помнить Потому что Наши страны Между собой Не найдут Общего языка Страдают Невинные люди До какого Хрена Вы к нам Сюда пришли Наши страны Я обещаю Это был первый вопрос Ну я вот сейчас Типа в формате Что Никого не буду Винить Мне даже Ответа нет На этот вопрос Ну да У вас страна Большая Нарожают Еще У меня нет Вопросы Никого не будут До свидания Ну что Что В голову Повесил Трубку бросил Как ваши люди Там рассуждают Что же вы ей Не объяснили Что же вы Трубку бросили Что же вы ей Не рассказали Потому что У меня родители Обычные работники Так у вас Все там Обычные работники Они к этому Вообще Никак не относятся Да Так а что же Она начинает Рассказывать Что никто Не виноват И там люди Хорошие И здесь Так оно и есть Как оно есть Здесь С нашей стороны Люди Хорошие Так какое Это отношение Имеет Дело Ваши люди Пришли сюда Ты пришел сюда Убивать наших людей Ты Пришел Или не пришел Убивать Пришел Убивал Убивал Ты заряжал Грады Убивал Ты пришел Убивать И убивал Какое Имеет Значение Что где-то Есть Хорошие Где-то Есть Плохие О чем Вообще Речь Так мы Приехали Сюда С целью Той Какая У нас Была Задача Постали Убивать Нацистов И Нет Нацистов Никаких Ты Что Не понял Про Нацистов Хороший Человек Попугаи Вот эти Вот сидят Вы должны Говорить О том Конкретно Исключительно Что ваши Люди Должны Нахер Уйти Из этой Страны Больше Вам Говорить Не о чем Вы Какую-то Философию Рассказывали Там Хорошие Здесь Хорошие Причем Здесь Вообще Уйдите К себе Страну И там Философ Вы Здесь Людей Продолжаете Убивать Каждый День И сидите Там Философствуют У себя Вы Че Людей Отправляют С такими Вот Потому Что Люди Тупоголовые Будут Отправлять Потому Что Вы Тупоголовые Вам Говоришь Тут Прямые Вещи Какие То Они Тупоголовые Понимаешь Тупоголовые Они Собрать В кучу Простые Факты Не Можут И Зеленский Ваш Хороший Что Зеленский Вам Сделал Что Не Знаю Ну Что Он Вам Сделал Мне Ничего Не Сделал Ну Россиян Что Он Сделал Зеленский Не Знаю Что С 19 Года Берете Статистику Смотрите Боевые Действия Фактически Остановились Вот Как Раз Это Совпадает С Приходом Не Было Боевых Действий Все Лыныры Дыныры Вы За Них Говорите Спросите У Них Много Там Было Боевых Действий Возьмите В Ютубе Как Они День Города Там Отмечают Празднуют Ходят Бегают Шариками И Концерты Проводят Это Что Город Под Обстрелами Будет День Города Отмечать Что Донец Что Горлов В Ютубе Полно Этих Видео Так Проверить Можно Тебе Вова Про Это Говорит 19 20 21 Год Статистику Поднять Кто И Что Там Где Обстреливал А Если Обстреливали То Только Потому Что Россия С Той Стороны Стреляла Тоже Можно Поднять Видео И Увидеть И Задаться Вопросом Что Если ЛНР ДНР То Какого Хрена Там Делают Наши Ракетные Залповые Установки И Те Же Грады Что Там Делают Почему Они Стреляют В Сторону Украины Нет Нельзя Такими Вопросами Задаться Потому Что Вы Тупоголовые Как Сказал Дима Просто Страна Не Надо Никуда Обращаться Я думаю Что Достаточно Давай В Три Раз Два Три Продолжение следует Продолжение следует